Всем привет! Играли в Ведьмак 3 Дикая Охота, играли в Гвинт в частности, да? И для вас это будет все попроще, но возможно вам тоже стоит освежить свою память. Но не это главное. Допустим, вы представляете, как играется Гвинт более-менее на первых парах. Но самое важное это стартовая колода, стартовая дека, с которой вы будете играть. И я вам попытаюсь сегодня предложить колоду Чудовищ стартовую. Но стоит понимать, что есть несколько путей сбора нормальной колоды. Есть простой, есть очень простой способ. Заходите, покупаете 60 бочек за 3500 и нормас, у вас со старта будет хорошая более-менее колода определенно. Но это как простой. Он сложный по сути. 3500, мать его, за 60 бочек отдать. Ну, если можете себе позволить, пожалуйста. Я не стал пока что донатить в эту игру. Соответственно, я начинал без каких-то бонусов. А, ну единственное, у меня там от разработчиков, по-моему, 3 бочки было. Или 5, или бочек за старта. Ну, не важно, за то, что там в закрытой бетке участвуют, там, ну, подобное. И, да, какие же нам карты понадобятся. Но стоит понимать, да, когда вы еще бочек открываете, на что вам стоит делать акцент. Ну, давай сейчас взглянем на колоду. Холод Узуман ее и позвал. Она не идеальная далеко. Но на первых парах она вам может позволить хотя бы как-то выигрывать. Что мы имеем в этом колоде? Давайте быстренько проговорим. Всадники Дикой Охоты в количестве 3 штук. Соответственно, мы хотим на старте иметь одного всадника в руке. Чтобы, соответственно, вот эти все ребята уже потом из колоды к нам вышли уже на стол игральный. Вот эти вот Войны Дикой Охоты. И, да, мы работаем по двум линиям, преимущественно по мили, по дальникам по этим. И здесь у нас все ребята, которые не боятся холода вообще никаким образом. То есть мы можем свободно морозом фигашить. И по второй линии у нас туман. Туманники есть, которых мы не хотим видеть в начальной руке. Но с помощью тумана мы их будем вызывать. Древние туманики, которые можно садить в туман, и они будут апаться. Ну и по поводу золотых. Вот это как бы золотые, но не смотрите. Их вот довольно просто скрафтить. Здесь у нас всякий разный контроль. Ну и не только. Командирский рок. Два грома Альзура. Мороз один. Один мороз, считайте, вот он еще. Карантир. Он неузъем для мороза. Создает этот эффект. И еще две гонщик призывает. Что неплохо. Дальше. Рассвет. Ну, скорее всего, вы будете иногда играть его в качестве сбора. Навряд ли рассвета. Потому что, ну, вам, вашим ничем навредить никакой погоды нельзя. Вот этим чувакам. Поэтому как сбор, если совсем уж что-то не пришло, вытащить в руку хотя бы там какого-нибудь древнего туманника или там воина дикой охоты. Иногда помогает. Яд мантикоры. Иногда помогает против колод подобных вам. Чтобы одинаковых каких-нибудь туманников выпилить. Для этого же подходит на куски. Казнь. Понятно. Каких-то перекаченных чувачков высекать. Уничтожает самый сильный незолотой отряд. Иногда тоже, опять же, помогает гром. Возможно, грома даже два штуки можно играть. Но у меня на второй просто не хватает. То есть, это вот... На первых парах у вас, конечно, всего этого не будет. Я от мантикоры им вытащил. То есть, если его у вас нет, то может там два на куски, два грома или как-то так варьировать. То есть, здесь все как бы по желанию, по большей части. Наша основная фишка в том, что тумана побольше. То есть, ну да, у меня получается два тумана здесь и туман здесь. Я бы хотел больше бы, на самом деле, погоды. Но пока есть, что есть. И две золотых карты. Одну я, опять же, вытащил. Одну я скрафтил. Вот, гарантир, я скрафтил. Этого я из бочки достал лешего. И давайте посмотрим, собственно, что еще сюда можно впихнуть. Колода эта довольно-таки уязвимая. Ну, не довольно-таки. У любой колоды есть какие-либо изъяны. Это, само собой, понятно. У любой деки. Но в мою, в идеале, надо бы еще что впихнуть. Давайте посмотрим чудовище. Золотые. Очень-очень нужен вот этот парень. Авалак. Возьмите из колоды две карты, а противник одну. Это чтобы у нас был приоритет по картам. Очень важная тема. Я бы его очень хотел, но стоит 800. То есть, допустим, если у вас вообще никакой золотой не выпало, то на первых парах вот по 200 эти можно скрафтить. Как бы они довольно дешевые. Ключника бы я бы хотел. То есть, вот эти золотые, они топчики. Ключник позволяет из сброса противника вытаскивать какой-нибудь отряд. Может быть, тем самым портить ему игру. Тоже очень хорошая тема. То есть, если у вас что-то из этого есть, не стесняйтесь включать в колоду. Дальше. По лидерам. У меня Эритин, потому что другого нет. Я планирую все-таки Дагона взять, потому что он очень универсальный. Он может и трескучий мороз, и густой туман, и ливень бахнуть, если вдруг приспичит. Или рассвет разыграть. То бишь, также сбор. То есть, ну... Он зашибись. Он зашибись, чувак, Дагон. Его бы я бы тоже хотел. Но, кого бы еще можно? Из нейтральных. Так, серебряная. Вот этот бы парень пригодился бы. Оквист. Опять же, для того... Вообще, в игре Ведьмак... Ну... Гвинт. Карточная игра. Как правило, побеждает тот, у кого есть преимущество по картам. Да? Кто ходит последний. У кого больше карт на руках. И чтобы как-то эти карты прокручивать, Оквист очень хорошо подходит. Потому что он после четырех ходов отнимает по одной силе... Единицы силы у всех незолотых отрядов противника. И ворачивается в отряд. Ну... Вернется в вашу руку. То есть, это офигенная тема. Если его ничем враг не законтрит. А вы еще чем-нибудь апните его. Да? Допустим, чтобы его так просто нельзя было законтрить. То вы, в принципе, сможете приоритетно свою сторону перетащить. То есть, вот этот бы чувак тоже в колоде пригодился. Но пока что есть то, что есть. Поэтому давайте пробовать смотреть, как эта колода играется. Ну и вот, против нас сразу Эридин какой-то. Четвертый левел. Я седьмой. Ну, где-то в одинаковых условиях. Ну, не учитывая тот факт, что он мог тупо купить кучу бочек. Ну и смотрим. Первоначально на нашей руке. Ну, такое, в принципе, нормально. Я бы, пожалуй, избавился от туманника. Мне абсолютно не нужен. Всадник пришел хорошо. Третьих чувака, пожалуй, тоже бы дофига. Туманники древние понаприходили. Давайте-ка, наверное... Еще от туманника может избавиться. Мне бы побольше тумана, что-нибудь такое. Ну, ладно, будем играть тем, что есть. Посмотрим, на чем у нас противник играет. Какие карты используют и так далее. Ну, у него Иридин. Ага, у него, скорее, какая-нибудь базовая тема. Если что, у нас есть мороз. Помним про это дело. Такс, я пока что разыграю просто всадника. Он вытащит, соответственно, еще двух всадников. И у нас три всадника сразу встали на первую линию. Плюс они неуязвимы к морозу. Поэтому мороз и туман карта. Потому что у нас все под туман, под мороз. И для погонных каких-то условий мы абсолютно неуязвимы. Угу, так даже. Я могу их немножечко побить, конечно, громом Альзура. То есть, мне два штуки зачем сейчас. Мы бьем сюда в беса. И следующим ходом, если что, я воинам Дикой Охоты схаваю. Это даст ему плюс две силы. Если это сейчас ничего не сделает. Товарищ. Не, не, ничего не делает. Мы тогда бафаем воина своей Дикой Охоты. Вот этого вот парня. Смерть идет за тобой. Нормально. Ну и попробуем сейчас туман вывести. Посмотреть, что это нам даст. Играет ли он туманников и так далее. Заодно проверим. Ага. Древнего туманника разыгрывает. Ну давай мы сейчас, если туман разыграем, он начнет бафаться. Я бы этого не хотел. Я тоже древнего туманника выведу. Если что, я вот древнего туманника Грома Мальзуры. Опять же, ликвидируем. Посмотрим, что у нас сейчас будет. Я хочу туман вывести. Но у меня туманов-то больше нету. А, окей. Окей, он мне сберег туман. Красавчик. Я не против, чувак. Я вообще не против. Давай мы минусанем. В принципе, что можно сделать? Посмотрим, что он разыграет. А, так даже. Ну, допустим. Ну, допустим, чувак. Я, пожалуй, все равно первый раунд за собой хочу оставить. Поэтому древнего туманника выводим. Ммм, такой серьезный у нас. Что сделать? Можно что сделать? Можно проверить, есть ли у него мороз... Какие-либо эффекты погодные. Вауфайл дхамбер. То есть, будет ли он рассвет юзать? Я его голема законтрил. Да, победа. Походу, нет, либо приберег. О, противник вообще сдался. Окупеть. Пожелали удачи. Ну, и да, соответственно, считается, как две победы. За это дает награду. Обрывки в данном случае. Ну, окей. Давайте лайфстайл сразу в следующий бой. Смотрим, как оно есть. Колода не всегда далеко выигрывает, потому что кидает нас. Ну, то есть, я эту колоду выиграю очень часто, в принципе, да. И где-то, наверное, 8 из 10 боев. Ну, вот, 12-й левел. Франциско. Поменяйте до трех карт. Вот против нее будет проблема, скорее всего, играть. Ну, посмотрим. 12-й уровень не так много. Но, опять же, не факт, что она не приобретала кучу карт и так далее. Туман есть. Рассвет. Так, ну, туманники мне по любасу не нужны. Мороз, я даже не знаю. Мороз, 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 мороз. Я еще одну карту могу поменять. Я бы хотел бы что-нибудь еще такое себе в руку перенести. Давай, мороз уберем. О, отлично, леший зашел. А, кто ходит? Она ходит. Ну, ходи. Изи-бризи. Это наш какой-то чувак. Добавляйте 3 единицы силы всякий раз, когда играете особую карту. Ну, если он добавит 3 единицы силы, мы его громом Альзура накараем за это дело. А сейчас проверим, есть ли у него там всякий рассвет и так далее. Играем сразу туман. Я, в принципе, схавать смогу свои мои... Да, давай рассвет, чувак. Чистое небо, вернее. Окей. Давай мы вот так сделаем. Либо нефига, кажется. Еще раз туман пойду разыгрывать. Если у него еще и раз чистое небо есть. Не вставай. Ты еще не выздоровел. Так, это что? А, ты вер... А, сбор. Сбор. Юзаешь. Окей. Верни здесь сброса не золотую карту. Вот так. А-а-а, что-то какой-то чушь он сыграл. Что это было? А-а-а, на куски? Откуда ты это взял-то? Сыграете случайную незолотую особую карту из вашей колоды. У него на куски было? Он ее сыграл и по-своему зарядил. Ну, красавчик, что? Ну, давай еще раз туман. Просто я хочу тогда сбор сыграть. Вытащить кого-нибудь. О, противник пасанул банально. Внезапный поворот событий. Ну, погнали. Хотя я мог кого-то... Эх, это не факт. Я мог бы кого-нибудь вывести просто. Чтобы попытаться что-то разыграть. Такой мороз, кстати, пришел. Ну, давай. Мой ход, мой ход. Даже не знаю. Ну, давай просто тебя выведем. Вряд ли я в этом раунде буду стараться его выиграть прям тотально. Но подразвести на карты не помешает. Сбор опять поехал. Эх, надо друг другу помогать. Хорошо. Хорошо. Что мы будем делать? Туман у меня нет. У меня есть вот эта тема. У меня есть вот эта тема. Хочу ли сильно много разыгрываться, так сказать? Не особо. Но из него карты я бы повытянуть хочу. Добавьте три единицы силы всем остальным золотым отрядам в ряду. Посмотрим, что он сделает. Если что, я могу мороз разыграть просто так, чтобы время потянуть. Чтобы он какие-то карты разыгрывал. Оппонент наш. Ну, посмотрим, подумаем. Все в порядке? Опять на куски? Только по мне, да? Окей. Но самое занятное, что ему-то придется в любом случае что-то мутить да разыгрывать. Поэтому давай мути разыгрывать. О, танцы пошли. Окей. О, командирский рок. Как страшно. Ну, давай заставим тебя еще поиграть. Мороз. Он пасануть-то особо не может, но если прям дико не переапается. Ну, постараемся ему помешать в этом направлении. А, так даже. Хух-хух-хух. Лови. Ну, пускай. И что? И что? Ну, ладно. Ладно. В принципе, подвытянул. Ну, перетащит он эту одну карту. Фиг бы с ней. Это не такая проблема. Сейчас бы мне бы еще что-то веселое в руку пришло. Было бы совсем неплохо. Так даже. Это неплохо. Мой народ много страдает. А, карта заменяет. Ну, пытается что-то путнее себе видать в руку намутить. А, ну, пускай пытается. Давайте посмотрим, что это даст. Тут я, конечно, проиграть-то могу на ези-пизе. Я без понятия, что за тактику он юзает. То есть, да, еще на начальных парах минус в чем? В том, что вы толком не знаете, что будет ваш оппонент делать. Ну, давайте пока Эридина сыграем. Нам все равно его сыграть придется. Единственное, что зря, наверное, его сыграл. Надо было казнить. Ну, ладно. Он, может быть, кого-то переапает. У меня особо переапанных-то никого не будет. Давай пока туманника. Ну, надо, по идее... О, хорошо. Хорошо зашло. Ну, ладно. Придется так или иначе это делать. Поэтому давай леший сюда. Надеюсь, у тебя больше нету рассветов и всяких дурацких. Ну, в принципе, я волков буду апать. О, красавчик. Красавчик. Красавчик просто. Просто молодец. Просто топово. Топовый ход. Держи. О, какой молодец-то. Прям вот... Я вот думал, куда эту казнь делать? Все, пасанул, чувак. Ну, правильно. Тут как бы что? О чем? Ну, это было прям вообще вовремя. Просто он там удивился этой казнью. Что-то мутил, мутил, мутил парень. Ну, что-то так и не замутил. Ну, как я говорю, вот этой колодой можно вполне себе выигрывать. Ну, я не знаю, как в мете, в ранговых боях. Навряд ли она там играбельна хоть как-то. Ну, вот здесь вот вполне себе фармить что-то получается. Там какие-то уровни. Там всякие руды, тряпки. Чего-то фармится. Ну, давайте. Просто вот. Третий бой сподряд. Смотрим, как оно есть. Как оно играется. И на это будем закругляться. Ну, в целом, как бы, видите, играбельная колода. В целом, я говорю, я ей как бы играю, выиграю. Но надо вот уметь более-менее пользоваться и... Вот, кстати, сейчас меня отмудохают, походу. Сбросить две карты, добавить по две... Чё там делаешь? У него ещё анимированная, смотрите-ка. Он, наверное, бочек кучу покупал. Или чё, или как, или ему просто повезло. Или скрафтил. Хотя, чтобы скрафтить, там тоже надо уметь иметь много чего. Вот так. Туманчик пришёл. Туманы, туманы, молнии на куске. Так, вот этот мне не нужен. Блин, у меня каких-то крутых моих золотых карт не пришло. Но будем надеяться, что придут. Угу, боевой дракар. Боевой дракар. Ты чё у нас делаешь? Отнимаете две единицы силы у случайного незолотого отряда противника всякий раз, когда отряд с вашей стороны уничтожается, или вы отправляетесь... Ну, короче, понятно. Надо его контрить. Король Бранс. Сбросить две карты, добавьте по две единицы к их с начальной силой. Выберите любую карту из вашей колоды и возьмите её в вашу руку. Короче, такое. Непонятно, что он будет делать. Ну, давай пока вот эту тему законтрим. А, он её вытащит. Окей. Окей. Отними ты две единицы силы у случайного незолотого отряда противника всякий нашлах, когда отряд с вашей стороны уничтожается. Аааа, как нам разыграть-то? Как нам так разыграть? Ну, давай пока вот так сделаем. Бежать некуда. Да, вот он сразу чё-нибудь пошёл в размен. А он два таких. Он, короче, на кораблях решил строиться вот тактиш-практиш-гуд. Ну, окей, туман. Выезжай. Вот здесь бы мне этот мой догон помог. Ой-ой-ой-ой. А чё такое? Ааа. То есть, всякий раз, когда отряд... Отряд сброс. А тут он сбросит из ваших колодок всех пиратов клана Doom. И он сбрасывает и этим самым активирует дракары свои. Ага. То есть, первый раунд он явно сделает меня, потому что, ну, песец. Ну, давай. По крайней мере, повытягиваем из него карт. Сейчас ещё какой-нибудь гомна там произойдёт. Чё тут у нас происходит? Сыграть отряд воды Гудвинга на стороне противника. А, типа мощная карта и ко мне ещё притопал чувак. Хм. Плотва ещё выскочила. Ну, ох-ох-ох, как весело-то. Ох, как весело. Униязвимость для Мороза. Ну, давай Мороз сыграем. Хотя он пасанёт. Чё ему делать? Чтобы он не пасанул, мне надо что-то разыграть. Хочу ли я что-то разыграть? Вопрос. Ну, давай попробуем. Было бы неплохо в первом раунде выиграть, но он сейчас что-нибудь намутит, я так подозреваю. О, понятно. Ну, хотя бы вытянули уже сейчас. Уже как бы, да? Что-то как-то. Я могу, конечно, шесть срезать вот этой своей темой. Я могу Мороз бахнуть. Но он, скорее всего, пасанёт просто. Ну, ладно, пасуем. Тут как бы попадаться с ним смысла нет. В данной ситуации. Походу, у него колода просто покруче будет. Но противник выиграл, окей. Что у меня останется на второй раунд? Только не говори, что Туманник. Окей, хотя бы ты. Сейчас посмотрим, что он в руку придёт. О, еее. Это хорошо. О, это вообще супер. По сути, у нас два Мороза. Но он, по-моему, играет на дракарах на всяких. Нифига не на Морозе. Ой-ой-ой, что там пошло? Последнее желание. Что-то он там комбит. Комбит какие-то мутки мутит. Злодей, харай, завязывай. Только у него что-то карт теперь меньше. У меня приоритет идёт. Что такое? Возьмите две карты из колоды, затем сбросьте две карты. А, ну, то есть он прокручивает свою колоду. Ну, окей. Прокручивай, товарищ. Давай Мороз скинем. Мне два Мороза нафиг не надо. Ой-ой-ой. Цири натиск. Когда будет уничтожено, переместите в колоду и добавьте 3 единицы к изначальной силе. Понятно. Понятно-понятно. Так, нам надо как-то его по силе догонять по-хорошему. Чтобы он меня приоритет не развёл. По картам, да? Можно карантира разыграть в данной ситуации. Во файлд. Так. Что ты будешь делать? Ещё какую-то подлянку. По всей видимости. О, да. Но оскорбление не прощает. Сражи своих. Или кого-то будешь там. Тершаха. Что от меня Кракен проглотил? О, Тершах, здрасте. Когда вернётся сброса, добавь 4 единицы к изначальной силе. Тершах, здравствуй и прощай. Бежать некуда. Ну, он как-то по картам проседает. А, он забирает. Он пытается тоже крутить-мутить. Понятно. Всё ясенько с тобой. Чё мне надо? Туманника, пожалуй, приберечь надо бы. Так, туман разыграть или на куске разыграть? Ну, давай туман. Ну, окей. Чё мне останется? Вот по люб... Так, жди, он не может остаться. Ну, вот было бы хорошо, если бы ты... Ну, по любасу, какой-нибудь из туманников оставится. Тут чисто рандом. Ну, особенность. Чудовище такая же, как была в Гвинте. В обычном, да, который был в Дикой Охоте. Ну, понятно, конечно. О чём речь? О чём речь? Кто ещё мог остаться? Ну, давай. Посмотрим, что это там за злодейский план. Мой ход. Мой ход. Ну, я так сразу пахаю. Потом рассветом пытаюсь вытащить ещё древнего. Не знаю, есть у тебя, нет, рассвет. Да хранит нас модерн Фрея. Так, он там свои какие-то мутки мутит. Кого-то будет в тершаха вытаскивать. Нет, ещё лучше начать весны, чем хороший грабёж за морем. Понятно. Ну, давай. Ну, как-то так будем воевать. Рассвет, давай, жги. Пофиг на этих туманников. Что у тебя ещё есть? Что у тебя есть? Жги. У него ещё... А, он у меня... Походу, он отожжёт. Он, походу, сейчас сделает дело, короче, да? Походу, он отжигает. Сбросить. Что-то, короче, мне пипец. Зря, наверное, туман в прошлом раунде разыгрывал. Хотя, чем бы мне туман помог, мне туманников бафнуть особо не ищем. Так, ну, тут я единственное, что могу сделать, вот этих подбафнуть. Но это, я не знаю, поможет мне хоть чем-то. То есть, ему тут копейки добросить. Добросят. Конечно, добросят. О, ещё и эта подпряглась. Ну, окей. Я бился как мог. Ну, как-то так. Ну, пожелаем удачи. Пятая победка. Соответственно, колода играется вполне себе неплохо, но... 100% винрейт вам никакая дека не обеспечит. Всё контрится так или иначе. Ну, плюс там доля везения. То есть, надо минимизировать эту долю везения. То есть, максимально подбирать так колоду, чтобы к вам, ну... Переходили те карты, которые вы запланировали. Ну, как бы, везения к минимуму сводить. Такие дела. Ну, и реализовывать правильно это всё дело. Ну, в общем, я надеюсь, как-то кому-то чем-то помог. На этом же всем спасибо за просмотр. И всем всё хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.